Радио 54 Штурмовик Л-2 это не просто крайняя работа, это редкая работа Уникальная, она одна из первых Нет, 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 извините, уникальная потому, что мы сохранили порядка 65% родного железа Вот в этом уникальность, уникальность не только для нас, она уникальность в мире вообще Конечно, были и причины, почему мы не поменяли некоторые, так скажем, силовые элементы И рискнули поставить родные Да, мы, так скажем, подстраховались несколько Кроме того, еще два слова во время войны налет самолета был в среде 30 часов 30! Не требовался ресурс А мы даем начальный ресурс 800 часов, 1200 посадок Это все нужно отслеживать и иметь в виду Так, нам повезло, первое, повезло то, что самолет был на большой глубине На большой глубине верхние перемещения воды никак не сказывались на то, что было внизу То есть, его заилило, доступ кислорода был очень ограничен Температура воды очень низкая, вот это позволило сохранить металл Это одна ситуация Вторая ситуация, его очень аккуратно подняли И на месте его, вот мы здесь молили, не разбирайте Что такое на месте разбирать? Мы понимаем, это разрубить Мы просили, не надо И вот это было выполнено И из-под Мурманска до Новосибирска Его везли нерастыкованным Представляете, да? Это просто была операция по доставке груза Габаритного груза и через всю страну Но это, наверное, тоже важно, что еще же ведь и мягкая посадка была в 43-м году, когда он сел на воду Пилоту удалось более-менее аккуратно его посадить Да, только он не посадил его на шасси Не на шасси, а посадил на лед, на брюхо Ну, на брюхо мягкой посадки как-то, но... Но, тем не менее, он не разбился Нет, конечно, да Он не разбился Да, то, что он был в хорошем состоянии, это так Ну, и дальше, и дальше началась работа по спасению каждого отдельного, то есть, каждого отдельного узелка, каждого отдельной детали Самолет был разобран до... на кусочки И дальше, не на фрагменты И дальше все эти фрагменты анализировались И в итоге он поучаствовал на авиасалоне в Берлине? В итоге он поучаствовал вначале на авиасалоне в Москве Ага А затем, в прошлом году, он поучаствовал по приглашению немецкой стороны Он прилетел через Польшу с посадками Калуга, Брянск, Минск, Гродно, Варшава, Познан, Берлин Наверное, это экземпляр, которым вы больше всего гордитесь Или есть еще какие-то с такой интересной историей, которые, может быть, наряду с этим или даже затмевают? Гордимся мы, конечно, это самая большая наша работа Но еще был первый Ил-2 И на нем мы все-таки получили опыт И поэтому здесь было несколько проще Хотя, каждая машина индивидуальна Поэтому подход, ну так скажем, унифицированного подхода быть не может Ну, конечно же, самая первая машина запоминается всегда Это И-16, бортовой номер 9 Которые начали мы летные испытания с пробежек в июле 95-го года Подняли 9 сентября тоже 95-го года То есть два месяца бегали, утюжили землю Пока поняли, что можно взлетать Пока летчик почувствовал, что нужно взлетать Мы начали работать с того, что вот появился первый чертеж Но, извините, чертежи Чертежи не сохранилось Чертежи были уничтожены Во время войны Каждый чертеж имел гриф Их просто уничтожили Где же его вы достали? Нигде Мы просто Мы восстанавливали чертежи по сбитым самолетам Для того, чтобы восстановить чертежи на самолете И-16 Нам потребовалось 6 сбитых самолетов Мало того Опять же Непрофессионализм Мы старались не привыкать к работе настоящих конструкторов По одной простой причине Если какого-то фрагмента нет Настоящий конструктор спроектирует А нам это не надо Нам нужно, чтобы человек не был конструктором Но чтобы он вжился в конструктора, который это проектировал В Поликарпова Он должен научиться мыслить как Поликарпов Это раз Во-вторых, вот если этого нет, этого места Нужно просто найти на других самолетах Ну где-то найти Или информацию в архивах Но ни в коем случае нельзя было проектировать Мы находили ошибки Которые делал Поликарпов Мы находили потом подтверждение, что их исправляли Это да, но это, еще раз говорю Это большая глобальная работа вообще Кроме того, мы восстановили Ряд технологий, которые были утеряны Хотя одну из технологий мы до сих пор не восстановили Например, во время войны склеивали бронестекло Бронестекло – это основа органического стекла И дальше фрагменты стекла, которые разлетались во время попадания снаряда Ну понятно И склейка должна быть такой, чтобы, ну конечно, была прозрачность И самое главное, чтобы не преломлялась оптическая ось Это означает, чтобы, ну, можно было стрелять Видимость, да, была Конечно, невидимость, еще и прицел, чтобы работать Так вот, во время войны В чертеже времен войны мы нашли Написано Используется пленка Склеивание по технологии завода-постовщика Все Обратился в Москву институт стекла Институт авиационных материалов Институт авиационных технологий Нет То есть мы пытались До сих пор мы не могли решить эту задачу Но некоторые задачи мы решили тоже Утерянные технологии Сварка специальных сплавов там и так далее Которая сейчас, когда много Она не актуальна Потому что появились уже другие материалы после войны Но все равно приемы, те, которыми пользовались тогда Надо было восстанавливать Твой дом, твоя область Новосибирск, 106,2 FM